Уважаемые дамы и господа, мы провели насыщенные переговоры, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, международные повестки дня в развитии тех договоренностей, которые достигаются на высшем уровне. Я отмечу, что контакты между нашими президентами носят регулярный характер. В январе этого года состоялся визит президента России в Москву для переговоров с президентом Путиным, и вслед за этим, наряду с телефонными разговорами, прошли еще две встречи. Одна 29 июня в Ашхабаде на полях Каспийского саммита и 19 июля в Тегеране, где проходил саммит астанинского формата. Мы удовлетворены тем, как развиваются наши двусторонние отношения. Они выходят на новый качественный уровень, который будет зафиксирован в большом межгосударственном договоре. Работа над этим документом сейчас находится на завершающей стадии. Он будет иметь стратегическое значение, и в нем будут изложены базовые ориентиры дальнейшего наращивания всего комплекса российско-иранских связей на ближайшие десятилетия. Параллельно идет работа над еще одним документом о долгосрочном сотрудничестве в области экономики и о соответствующей дорожной карте. Так что и в экономической сфере мы раскрываем потенциал, который имеется и далеко пока еще не исчерпан. У нас, несмотря на легитимные санкции, рекордными темпами растет товарооборот. За первые семь месяцев он увеличился более чем на 40%, составил около 2 миллиардов 700 миллионов долларов. И рекордный показатель прошлого года, а это было где-то 4 миллиарда, по итогам нынешнего наверняка будет превзойден. Практическая работа ведется в рамках двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Она планирует провести очередное заседание в России до конца нынешнего года. Сегодня мы прошлись по всем вопросам, которые выносятся на повестку дня этого заседания, с учетом тех условий, в которых наши экономические операторы, наши ведомства работают на современном этапе. Мы говорили и о том, как ускорить выход на полноформатное соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. С 2018 года действуют временные соглашения на эту тему. Сейчас мы вышли на финишную прямую, чтобы заключить уже соглашение о создании зоны свободной торговли на постоянной основе. Из международной повестки дня мы много говорили о той ситуации, которая сложилась в мире. Россия и Иран, последовательные сторонники международного права, нас объединяет неприятие деструктивной линии коллективного Запада по навязыванию мировому сообществу вместо универсальных норм международного права некоего порядка, основанного на западных правилах. И такой либеральный миропорядок, конечно же, не имеет ничего общего с подлинно демократическими ценностями, не имеет ничего общего с принципами Устава ООН, включая принцип суверенного равенства государств. Мы же, напротив, отстаиваем центральную роль Всемирной Организации. Наши позиции совпадают по всем ключевым вопросам деятельности ООН и вместе с иранскими партнерами и другими нашими единомышленниками. Мы выступаем в рамках недавно созданной группы друзей в защиту Устава Организации Соединенных Наций, которая уже объединяет два десятка стран и состав которой, конечно же, будет расширяться. Подробно говорили о всех аспектах, которые связаны с совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Министр выразил признательность за нашу твердую и неподверженную конъюнктурным изменениям позицию, за наши последовательные усилия, направленные на скорейшее возобновление полнокровного функционирования этой ядерной сделки. При этом все незаконные антииранские санкции должны быть отменены и мировое сообщество по-прежнему ждет возвращения Соединенных Штатов в правовое поле резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Мы поддерживаем позицию, которую Иран последовательно отстаивает на завершающих, самонадеемся, переговорах. Мы внимательно следим и за процессом присоединения Ирана к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена. Принципиальные решения на этот счет приняты и в Самарканде в следующем месяце на саммите Шосс будет подписан меморандум об обязательствах ООН в соответствии с имеющимися в Шанхайской организации решениями. Это станет практическим и очень важным решающим шагом на пути полноценного членства в организации. Мы обменялись мнениями по военно-политической, гуманитарной обстановке в Сирии. Высоко оценили итоги состоявшегося 19 июля в Тегеране саммита Астанинской тройки. Этот эффективный механизм сохраняет свою ключевую роль в сирийском урегулировании. Мы сегодня договорились продолжать активно его использовать для обеспечения тесной координации в целях обеспечения устойчивого мира и стабильности в Сирии, а также в целях решения гуманитарных проблем, которые в этой стране сохраняются из-за нелегитимных, беспрецедентных западных санкций, подрывающих решения Совета безопасности. Традиционно сверили часы и по другим актуальным региональным сюжетам. Это, конечно, и ближневосточное урегулирование, проблемы палестинского народа. Это Афганистан, Йемен, Ирак, Закавказье, регион Каспийского моря. Говорили о ситуации на Украине и вокруг нее. Мы подробно изложили нашим иранским собеседникам ситуацию на нынешний момент, как она развивается, и поблагодарили за неизменно взвешенную позицию на этот счет. Тегеран с пониманием воспринимает российские озабоченности в сфере безопасности, считает их абсолютно законными, понимает те мотивы, которые вызвали наши действия в ответ на дестабилизирующую политику США и их союзников по НАТО. Мы удовлетворены итогами переговоров, условились продолжать с господином Амир Абдаллахианом регулярный обмен мнениями по всем вопросам, которые представляют обоюдный интерес. У нас есть целый ряд договоренностей, которые мы сегодня согласовали, которые будут воплощены в практические дела, включая задействование новых механизмов нашей внешнеполитической координации.